Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за нового лидера Норвегии, ну, нового старого Харальда Варяга, просто другую одёжку на него надели. На последнем уровне сложности, со всякими модами, подробности в первой серии, лучше к ней перейти, если вы не понимаете, что тут происходит, смотреть с самого начала, я объясню, что тут вообще, когда, с кем, для всех, ссылка, кстати, на плейлист в описании в прикреплённом комментарии. Всем остальным приятного продолжения просмотра, уже одиннадцатая серия, это, конечно, долгое, долгое прохождение, несомненно. Так, лиц, мы занимаемся лицом, так, как нам тут лучше напасть? Лечимся, лечимся. Так, тут кофе обработать, не забыть, что это место надо оставить под нацпарк в будущем. А нам нацпарк ещё потрясающе престижный пригород, только когда построим. Потрясающе престижный пригород. Так, а у нас тут всё в нашей религии, да? Вот только Нидорос, собственно. Так, я этого тут оставлю, на всякий случай. Это, на самом деле, сейчас отсчитывалось, что он победит. То есть мне надо обратить обратно в мою. Так, а этот у нас ждёт, когда лиц к нам вернётся. От религии тридцать катей довольно мало верования, обычно у меня побольше бывает. Царь губернатора. Я пока продолжу деньги тут воровать, а уже губернатора нейтрализовывать чуть попозже. Нам надо будет, ну, у Шумера и... Китайцы этим заниматься. Так, в Бристоле у нас электричество тоже пошло. Сколько у нас уже? А, минус четыре пока. Минус четыре. А, тут я хотел новый район. Кампус плюс один. Наверное, надо вот сюда на плюс один. В любом случае. Зоопарк, кстати, тоже не помешает. Центр вещания или... Вообще, я могу это всё купить? Я сейчас дофига получил денюжков. Аэродром. Дипломатический квартал. Канализация. Ну, я канализацию всё ещё, надеюсь, заверу. Покупать. Сколько там в валетту? Мне четыре посла в валетту надо будет. Феста, руга, у нас уже всё отправлено. Ну, понятно, что уже сейчас способность Харальда Варяга вообще не работает. Там уже мобилизация у ГГшек нам ничего не даст. Там у них у всех так себе юниты, прямо скажем. Ну... Я бы, наверное, тут исследовательские гранты продолжал. Тут исследовательские гранты. Три триста. Надо что-то покупать. Ну, во-первых, караваны можем. Во-вторых, вот тут, например, универ достроится. Купим лабы. Здесь кампус достроится сразу на библиотеке, универы, лабы. Это у нас караван. И самые выгодные. Тридцать девять. Ни хрена себе. Не, ну я бы лучше... К немцу все равно отправил. Драман. Майндс. Так, Драман тут здесь у нас. Так, торговцы куплены. Армии я больше не хочу, как я и говорил. Так, я могу... Давайте глянем по сделкам. Ух ты, 43 вход. Для дела. Вообще, наверное, давайте примем. Нормальное предложение. За четыре реса, конечно. Ну, три, 43 вход. Три тысячи, я думаю, что имеет смысл два письма, литературных произведения шедевра купить. Тем более, вот Людвиг что-то вообще продает по дешевке. Так, и у нас остались слоты только на реликвии. Нету. Реликвии никто не предлагает. Хорошо. Тут первый посол явно надо убрать. Вообще, есть, конечно, куда отправить, но... Я просто не хочу. Я бы лучше копил, например, Окленд пересадить. Ну, даже валет-то мне больше интересно. Поэтому учетные банки нет. Нет, нет. Поставим на влияние. Не знаю, стоит ли олигархическое наследие оставлять. Рационализм 18 науки. Я бы либерализм скорее поставил. Это убирает штрафы просто. Поэтому зачем нам... Какая-то пушка эвакуируется. Ага, Кабул там перекупили. Мне главное, чтобы сами цивилизации между собой мир не заключали. Блин, мне пингалу убрали. Из Нидероса. Это минус прилично науке. О, катастрофическое. Два жителя. Шесть. Плодородность повышена. Так, космопорт открыт, во-первых. Во-вторых, теперь-то можно и попробовать. Кругосветочку, кстати. Так, мне бы хотелось, чтобы он... Вот эта пушка отсюда свалила. Ну, выглядит так, что мы скоро лиц берем. Можно уже расставлять по городам, для того, чтобы вассалы счастье давали. Пушки. Ну, все остальные юниты. Я думаю, что мне больше армия не нужна. Вряд ли мы тут сильно воевать с кем-то будем. Киты можно купить. И алюминий, кстати, еще. Ну, у меня, правда, так алюминий набирается и так. Так, не хочу вход, хочу одномоментно. Так, здесь лабу покупаем. Переключаемся. Так. И... Кампус, гавань. Нужно ли тут промышленная площадь? Я вот думаю. Ну, ладно, есть возможность построить. Построим. Кто там у нас из великих... Все еще Морилики, да? Накапливается. Эту мы пропустим. Эту мы пропустим. Прямо 100%. Ждем возможность апнуться. В броне. Да, нам, кстати, военный инженер нужен и железную дорогу делать. Между прочим. Военного инженера мы должны в Бристоле, наверное. Давайте, наверное, купим его. Попробуем. Нет, слушайте, они что-то с лояльностью подкрутили Вот смотрите У нас героические века У меня и у Людвига То есть это Сколько? Два Полтора единицы лояльности за ход У этих нормальный век Это, по-моему, половина лояльности Что-то такое И мы вдвоем, у нас большие города Берлин, Бристоль И мы должны найти эти Сандерлэнды и Брэдфорд Должны отваливаться В то же время Плюс 16, плюс 34 Явно в этом моде что-то лояльности подкручено У компа Мне это не очень нравится Так, хочу, знаете, что, наверное, в компьютеры сначала Или у меня не сильно тут Так, сколько затоплений осталось А, сейчас уже будет восьмого Наверное, нету смысла Я просто не успею выйти Что меня тут затопит Из важного Вот клетка Да, в общем-то и ничего Вот одна клетка Ну, тут влить еще вот эту Ну, такое Честно говоря, не, нафиг надо Так Гидроэлектростанцию Единственную можно вот Например, заглянуть Потом в уран идти Три армии или армады Два капера Наверное, просто без ускорения уже Откроем Большой театр Людвиг О, посольство от Швеции Так, 1100 800 800 Ну, у меня 500 Просто в два раза больше науки Охренеть Еще 1700 золота Ну, вот И Лидс Смотрите, Лидс Присоединяется к Англии Как это такое вообще может быть? У меня героический век у нее нормальный У меня города Рядом больше Смотрите, Бристоль и Престон Чем у Англии Брэдфорд Несмотря на то, что это столица И все равно по лояльности Пишет, что присоединяется к Англии Это реально Что-то они намудрили В этом моде Вот этот Лейт и Ай Потому что это чисто Чисто от этого мода Такие цифры Так, ну я думаю, что следующим ходом Берем город, да? Так Этого торговца Тоже пропускаем Хотя присоединяется Город-государство Подождите Может, Токонт присоединить? Тут есть нефть И он очень в тему Так Неохота мне На него тратить Послов Давайте, давайте Слушайте, давайте Окунт присоединяем Действительно Следующий джинсы был Ну и нормально Так, строим железную дорогу Так, а почему я не могу В границе Зайти Это мне что? А, сюзеря То есть мне надо За всю зрение Сначала Окунуть Блин Три посла Че-то жалко Туда, конечно Я не почитал Способность Может, срыв ракетостроения Надо было взять Лучше Так Все У нас, по-моему Теперь у всех Энергия добивает Если что До всех городов Ну, шаг Сму не особо Интересен Хорошо Лабу Покупаем Центр коммерции Наверное, можно построить Сюда и хотел Так Заключаем Какой-то культурный союз С Людвигом Прекрати, чувак Я больше никогда не буду Людвига Против себя ставить Просто Отвратительный Ха-хай Так Конечно, не могу Хамурабью купить Мрамор У нас с ним война Надо ли мне С ним заключать мир? У меня же все-таки Военный союз С Викторией Так И она с ним воюет То есть Плюс пять Она имеет Ладно, не будем С ним закончат проект я начну сразу космопорты строить несколько хотя не факт что надо вообще сейчас несколько я бы наверно продолжил научные стажировки пока то мы как-то по науке очень сильно отстаем англия в улучшенной авиации ну понятно что сказать у виктория но все равно вот здесь они улучшены это эти самый план тогда ладно я немножко раньше времени морской порт гидроэлектростанции открылись и армии содержание я оставлю что логистику что ремесленников тут идем в демократию прямой ноги 40 очень очень мало у меня культуры конечно есть так а пм в броненосец тут стали варенье мы больше войсковую бригаду нам надо три армии сделать раз мы сейчас купим юниты за веру 1 ну и тут какой-нибудь наверно корпус пехотинцев я все зашло на здесь на что с верой хватит 485 следующим ходом купим ладно бомбарду кстати можно хотя меня на себя бомбарды вот пехотинцев бы оставил так какие нас города больше всего выдают производство сейчас ну там явно не до раз ставангер не до раз в недоросе надо делать космопорт так это просто купим гидроэлектростанцию где-то нас еще вот здесь тоже купим денежков прилично ну кстати центр вещания так магнус 45 нет и нам наверно надо пингалу качать на космическую гонку просто он когда вернется один ход видите мы поставим не до раз и на космопорт сработает и на проекты которые там будут ну и теперь нам надо в общем-то все караваны из недороса отправлять на производство 1700 каждая вырастут кэша ну то есть на такой скорость на сетевой скорость это там 1300 получается а где-то было бы тоже дикие бабки какие-то а я бы наверно за деньги все покупал уже да то есть я вывези гранта все остальное чисто за деньги или за веру все два лет тут сначала будет все таки засоюзить а и а и и и и и и и следующим ходом посмотрим сейчас у нас плюс 6 минус 13 но но мы купили 2 гс зензибара буэнос-айрес и это значит что у нас они должны некоторые так у нас всего 2 до вроде дамбы тут и тут а вот еще ждите это строится еще это строится строится торговца можно еще купить так и дальше в сми идем все верно просто города юниты по городам расставим может какого может их вассалов возьмем мне я не буду продавать артефакты у меня просто не хватает культуры очень сильно вавилон уже тусите смотрите сколько компов прибыла преобладающая культура над нашей макенджи даром объявил войну 2052 похищены не приносили так сюда тут ну вообще всего тут три так что я пока давайте к немцу я потом поставлю карточку на караваны к союзникам а блин он появится здесь что ли сейчас да он сейчас здесь появится но я хочу пехотинку купить и третий корпус сделать у нас соответственно общевойсковая бригада ускорена блин шумер уже вот тут то есть в ускорялках трое уже второй проект за заканчивают ахтона на технологии не открыл прикол любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где-то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку 12 вход ну а на крестинки можно воевала как-то с нами конечно но по дурость своей так-то вроде норм дать еще не технологий все сказать и займемся этот меня займется чисто хищением технологий у вавилона есть лаба так я что-то хотел канализации наверное купить смотрим в недоросе да вот тут надо и еще одну где-то надо купить вот в бергене что мы все еще не ускорить не ускорили демократию блин еще где-то что ли не куплено так куда лучше ну вот хаммаре видимо о демократия ускорена с канализацией конечно никак было так давайте здесь верфь строить а в осло купим морской порт вот так сделаем что видите сразу сколько бабла тут добавляет город вару можно будет купить тогда мастерскую строим елизавета решила судить осуждаю осуждение так пози проверим у нас православие еще не появилось не ну вроде два хода мы победим в этой религиозной агрессии конечно же они они в игре в игре вообще не факт блин крестинка на штурк только что же вроде нормально общались я говорю что нормальная чувиха оказалась оказывается нет да господи и писали в комментариях что пугаются когда дедона так орет я сам сейчас испугался вообще ну как надо держать себя в руках в вавилоне синтетическая технократия блин а у нас до сих пор просто теократия у них технократия синтетическая на сколько мы по культуре в жопе блин дедона с гальгомешем замирилась и вик нет виктория воюют амурапи воюют людвиг воюет дедовая я совсем недолго воевала так скорее вид изображала дело вид точнее скорее дело вид что воюет так первая железная дорога но как подробнее там дым дым еще по обрабатывать Давайте, может, соль просто еще О, пошли хищения технологий Вот нафига мне технология скрытности Вот реально, в данном случае, видите, это тупиковая ветвь Она никуда не ведет Может и не воровать тогда ее Мне не нужны будут современные самолеты Мне все равно не на кого нападать Ядерки я буду, наверное, под лодок кидать Если еще, конечно, вообще успею Давайте лучше деньги Так, давайте зоопарк строить А университет и лабораторию покупать тут будем Проверяю, какие установки на что Там уже здесь Подожди, а к кому относится эта клетка? К бристолю? Нет Это надо, кстати, передать А кому? Давайте, наверное, престону передадим Надо посмотреть Как у нас тут клетки распределены Потому что иногда, видите, вот эта клетка в четвертом радиусе бристоля была И она вообще не обрабатывалась Так, ну в остальных случаях вроде Вроде все норм Так, теперь Уголь все равно минус 6 в код Несмотря на ГЭС Так Покупаем уголь Ну и только не 42, а не знаю, 15 Ладно, давайте так Не будут он искать Как ему Выгоднее И по шедеврам Ну сейчас построим Центр вещания Может какие-нибудь музыкальные Купим еще Блин, 570 науки Я не особо вижу, как мне ее Еще разогнать, честно говоря То есть, ну тут сейчас куплю Да, вот там кампус построится И, в общем-то, все Еще два кампуса и все Так, у нас, по-моему, что-то украли Да 408 Зачем ко мне послать, если есть города В которых можно 2000 золота украсть Я не понимаю Так, ну эту ученую пропускаем Трисчайник технологии Пухи атомы информационной эры Ну так себе Ну хотя и там тоже не очень Так Где он появился Я, наверное, сформирую Я точно не буду воевать А содержание требует Здесь ученый появился Вот он Ну давайте Расщепление ядра Компьютеры Робототехника Робототехника Ну, в принципе, норм Потому что до глобализации нам дольше Чем до этой техи Расщепление ядра Тоже норм Компьютеры Ну, компьютеры, я думаю, могли И открыть так Лучше бы какая-нибудь баллистика Ускорилась Или какие-нибудь вот тут спутники Два центра вещания Вот это выгодно Так, в Бристоле Трачу деньги на покупку Научных зданий В Бристоле В следующем ходу У нас два каравана Еще появится Но из Нидероса Мы их отправим, конечно, на производство Не пойму, Виктория еще с Людвигом до сих пор воюет За ядерным оружием Будучи какого-то не видел Вижу вообще-то Вижу Я вот в уран и иду Поэтому Как раз я все вижу Мон, сын Мишель поздновато, вам не кажется Да Религиозная агрессия уходит в прошлое Победили Так СМИ, наверное, нам ничего тут не меняет Нам надо бы быстрее В демократии у нас 10 ходов до демократии Блин Так Ну пора уже Рейну Куда-то назначать Так, в Нидеросе покупаем двух торговцев Центр вещания готов Можем музыкальный шедевр Давайте фестивально-театральной площади проводить Как раз У нас единственная театралка Музыкальное произведение есть О Отлично Так, Гурдвара Слушайте, я хотел в Лондоне Забыл совсем Да блин, когда кругосветка О О Но не первые в мире, конечно Есть уран Зашибись Так, давайте еще глянем Ну, вообще, там еще китайцы, я помню, нам хотел продавать Но всегда приятно, когда у тебя есть он У самого Сейчас же просто посмотрим, чтобы у меня еще рядом был Это один Это у немца У дедоны У немца У Виктории У Вавилона У Нидерландов Кстати, у шумеров нету Так, дальше, я думаю, мы пойдем в проект Манхэттен Строите мазутную электростанцию Блин Вообще, надо бы Давайте, может, пока пластмассы откроем У нас везде достает Надо в каком-то, не знаю, в том же Лондоне, например Блин, тут фабрику надо будет делать Так, тут у нас соседство вроде хорошее Восемь А в Бристоле Шесть Может в Бристоле просто перевести на мазут Четыре хода Или отдельно все-таки построить какую-нибудь Три Три Шесть Два Ну вот, знаете что, в Ставангере давайте мазутную Фабрику надо строить Ладно, давайте в Бристоле просто перейдем на нефтепродукты Четыре хода Будем Спасибо за просмотр! До конца эпохи Слушай, а в какой мы эпохи? В новом времени У меня такое ощущение, что в новое времени и закончится все То есть вы представляете, мы даже в эпоху атом Или в какую там следующее новое время Еще типа в эпоху атома не перейдем А потом еще информационная рэп идеи должна быть Может вассалов уже надо было поставить карточку Вот фига мне сейчас логистика Тысяча Тысяча сто Тысяча А у меня шестьсот И это потому что я проекты еще постоянно читаю Поможем хубилаю Дипломатии тут точно никто не победит Да, и культурой Еще две тысячи денег Пишет Людвиг через 59 ходов У меня что-то очень большие сомнения Блин, и карточку я хотел на производство поставить К союзникам Давайте, наверное 110 стоит Я понимаю, надо было прошлым ходом Ставить, но Надо тут и учетные банки поставить И вместо логистики А, ушли уже вассалы Блин Ну, давайте дополнительно уголь тогда дает Хотя бы у нас будет Не шесть, а восемь По-моему, накапливаться тогда Это все Все надо открывать Синтезические материалы В нанотехнологии ведут Компьютеры там дальше Диверсия на производстве Да, тоже надо брать Блин Что с улетанием О, Хубилай уже три сделал И он уже умные материалы открыл Ну, у меня такое ощущение, что мы уже не успеем тут Просто не успеем Я просто на автомат поставлю Чисто ускориться Ну, тут просто, соответственно Я не знаю, как меня еще науку выше поднять О, Хубилай уже О, Хубилай уже Так, давайте смотреть Боя на Сая захватили Есть ли еще Есть ли еще научные ГГшки? Вот каким образом Вот каким образом Берман Аус существует Что-то у них тут с лояльностью сломано Короче Явно что-то сломано С лояльностью Ну и что, мне надо пересаживать Шпионов всех Китайцу получается Так, этот ломает производство Значит В Пекин, наверное Нет Третьего уровня шпиона Захватили Ну А, он сейчас должен повозмущаться Сначала Да, приношу извинения Я не буду у тебя ничего Больше Искать Прям ты ничего не хочешь? Писюн вавилонский Вообще Но он уже в умных материалах Он может запускать Экспедицию И соответственно Ему только ускорялки нужны У него последний Этот остался сделать Во Кстати, вот этого ученого Нам надо забрать Продолжим фестивалить Чтоб быстрее Демократию открыть Поддержим деньги Чтоб вот В этом Кампусе Все купить Ну я не знаю Вы посмотрите У меня Все Кампуса Практически Во всех городах Они есть И все Кампуса Работают на Исследовательские Гранты И я не могу Выжить Блин Я не посмотрел ГГшки еще Кстати Ну научных Получается Все Две ГГшки Фес И Таруга Я их довольно Ну Я не знаю Расскажите Кто Играл параллельно Со мной Как тут можно Больше выжить Науки В данной Вот я просто Вижу Что Это максимум Который науки Может быть Ну может Там еще Сейчас Демократию Возьмем Она счастье Добавит Ну 800 Предположим Будет Не представляю Так Когда там Мазутная Электростанция Один ход Тогда Я думаю Можно Открывать Это же Ядерка Наверное Не успею В никого Кинуть Что Обидненько Не Наверное Тоже Если Игранты Зачитаем Просто Везде Им Очень Много Насыпали Науки Она Просто Причем Она Визуально Вот Непонятно Даже Откуда То есть Такое ощущение Что В моде Как будто Сделано На какой-то Ход Компу Бац Вот Вот Непонятно Почему Так Нам Кто-то Войну И Наверное ГГшка Да Да ГГшка Непонятно Почему Вот у Китая Например 1049 Науки А У Византии 600 Хотя Визуально Выглядит Даже Византия Побольше Размерами Пенсера Не хватило Одного Хода Ну да Видите На мазутную Перешли А Теперь У нас Нефть Не накапливается Кстати Надо Бы Наверное Были Нефти Где-то На На озере Как Минимум Вот Нефть Вот Нефть Надо Купить Наверное Рабочего Не Помешает У нас Пока Минус Две Нефти Идет Нефти 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 не будет легко давайте сразу на производстве диверсии проводить но открыты умные материалы но пока вроде не строится не знаю блины еще третьего уровня у меня шпион в этом вавилона но демократия должна еще так прилично добавить на самом деле блин я вот в науку ой в науку в культуру слабо вложился вообще выглядит вот этим модом игра она выглядит что тут вообще не надо воевать то есть с вами воюет воюйте а нападать самому у вас так как у компа нету вначале много войск он вас не особо будет подселять вас кит этом проблем будет связано у меня было же место вначале просто вот для моих девяти городов правильно он чуть-чуть корич и с бен демонстрировать этот нау систему босс священного места нам производства дают что я бы наверное не убирал ну не знаю четыре наразить четырех науки ладно давайте поставим то есть у меня было вот смотрите вот эти места 1 2 3 4 5 6 7 8 до на 9 городов мест на 9 городов мне с англии вообще не надо было воевать но я тогда бы не показывал вам не показал бы он способность харальда выше за него голосовали было бы немножко странно а и 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 на Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С Карлом Саганом. Ну, мы его возьмем, видимо. Нам бы еще, наверное, на инженера что-то читать, потому что... Среди инженеров тоже есть, но... Не этот. На 100% кто-нибудь уже брал Тысячу королев Не то Не было на 100% Ну я не знаю Можем ли мы догнать Мы конечно стараемся во все Так, теперь наверное спутники надо Так, минус 2 Так, уголь и нефть надо купить Ну, 78 мы не будем покупать Давайте 20 То же самое с нефтью Так, у нас минус 3 А нефть у нас вообще должна скорость Наверное 10 достаточно У нас нефть должна в плюсе быть Не продают нефть Ничего себе Опа-па Так, зоопарк Кампус Это тоже сплошные советские гранты Давайте Просто максимизируем это дело А тут дать кайс-логистика промышленной зоны Блин, что-то кабул делает интересно Наверное Когда-то у меня была эта пушка Потом она вернулась Ну Прямо скажем Еще раз повторю Все-таки способность Харальда Варяга Очень ситуативная То есть она предполагает, что будете воевать И Она точно хуже, чем такая способность у Венгра Потому что способность Венгра Хоть там Вы полную стоимость платите за наем юнитов Но вы еще за это и послов получаете То есть наем юнитов дает вам два посла в этот город-государство И у вас и армия есть И этот город у вас не перекупят Да, это армия Ну Я бы не сказал, что вот эти наемные юниты Мне прям много дали Науки, культуры и веры Чтоб прям я такой Вау Какая офигительная способность Культуры и веры Ну тут уже нету смысла Промышленную зону строить Хоть и метко стоит Блин, кампус не дают сделать А вот теперь дают Так, ну пока не улетает никто Карла Сагана мы возьмем На последний, да, проект Тут уже роботы строятся вовсю Ну и два хода Ну вообще демократия Вы знаете, даже я, наверное, думаю, что демократия Как раз тысячу должна дать Но догоним ли мы этих Великолепных товарищей Единственный шанс Шанс не быть В войне В Голландии Конечно, очень странная территория Вот это Северное море, которое их разделяет Получилось Так, фестивали Ну, наверное, хватит Мы уже точно Всяческие Синтетические технократии Нифига не выйдем, я думаю А демократия Следующим ходом Нам этого хватит Потом еще Космическую гонку Тут чисто все В науку Семьсот До семиста я разогнал С проектами И Со всеми зданиями Электричеством Так, что там в Нобелевской Ну, вообще, Катерет должен быть Одним из первых Нет А, это мировое влияние Блин, я думал Это Ну, да Потому что Мировое влияние У меня слабенькое Это, я думал Просто Нобелевская премия Что-то другое Там, где очки Великих людей капают Да вы достали Пингалу опять Выкинули Господи Еще и в Пекине Не удается Сломать Так, берем Демократию Критическое наследие Нафиг надо Так Ставим Ставим Где тут Новый курс Ставим Потому что счастье Добавляет Здесь Ну, давайте Влияние Ну, не знаю Может Лучше На Шпионов Поставить Да и то Не факт Так, на производство Что-нибудь У нас еще На счастье И производство Либерализм Стоит Ладно Треугольную Торговлю Просто Мне 717 Ну Видите Я даже Кучу Ресурсов Покупаю Мне не хватает Счастья Все равно Блин Мне надо Короче Шпиона Этого Вот Посадим В Нидорос Чтобы Мне перестали Губернатора Выбрасывать Так Вторая Не, ну давайте Наверное Все-таки Источники Найдем Что-то у нас Слабо Без источников Окленд Кахоке Валетта Четыре Посла Кардив Ну Даст Электричество Но У меня Его Достаточно В общем-то Минус Три По углю Идет Нефти Достаточно Я не думаю Что нам Надо Карди В союзе Из тех Кто остался Кто еще Ереван Не нужен Кабул Нет Канди Нет Махенджи Дарон Анмадул Нет Занзибар А вообще Занзибар Давайте Занзибар Там Счастье Даст Следующим Ходом Увидим Выхлоп Валетта Тоже Не нужна Так Как там Блэкберн Ко мне Присоединиться Три Хода Ну что ж Я закончил Спутник Но это всего Лишь Первый Проект Так Теперь Лунную Экспедицию В то время Как А Ну все Гелегамеш Уже Летит Но если Он будет По одному Году В ход Это делать Возможно У меня Еще Будет Шанс То есть У меня Осталось Ну там 33 хода В ускорялках Ну кстати Что Гелегамеш Что Убилая В ускорялках Они здесь Три танка Кстати Надо Купить 640 Должно Хватить По идее Так Так И так И так И так И так Защищаемся Защищаемся Надоело Что Выбрасывают Постоянно Наших Ребят Ну Ну это Ну это На последний Проект Как вы Понимаете Держим 744 Вообще Ну Что Что Мы 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 Могли Сделать Ну Давайте Наверное 76 Уже На 90 Вход Чтоб Долго Не возвращаться К углю Думаю Расформирую Так Композиты Нанотехнологии У нас еще 4 хода Когда там Пингала Вернется 2 хода Стоим Ждем Тут я Наверное Танчики Объединю В армию У меня Ровная Железная Дорога Да Практически Вот Только От Бристоля Вот так И Сейчас До Хаммара Доведем О Византия Так и Приехала Чего-то Нападать Кстати Давно Можно Было Мир Заключить Я Думаю И С Нидерландами Просто Людвигу Объявили Войну Зачем-то А я Как Союзник Под Раздачу Тут Попадаю Ну Мне кажется Самая Большая Еще Проблема Шестой Цивы Что Нет Ощущения Что Компы Между Собой Играют То есть Вроде Выглядят Что Они Дерутся Но Реально Вот В течение Игры Никто Ни у Ни у Ни у Кого Здесь Не Захватил Города Вот Тут Нарисовано Сан-Паулу Но Я Уверен Что Это Скорее Всего По Лояльности Возможно Отвалилось Я Очень Редко Вижу В Игре Чтобы Компьютеры В Войне У кого То Что То Захватывали Или Как То Там Действовали Стратегически И Вот Здесь Ничего Ни у Кого Не Было Захвачено Кроме Как Я У Англии Умные Материалы Потом Сюда Ой Ускорялки Далеко Все Вот Это Открыть Надо Два Дрона Атомную Электростанцию Два Дрона А Но При Этом То То Есть Умные Материалы Сначала Открываются А потом Вот Это Ну Два Дрона Можно Купить Просто Будет Да Вообще Это Наверное Расформировал Бы Армию Хотя Нефть Вроде Нормальна Но Раз Нефть Нормальна То Можно И Не Расформировать Так Что У нас Дроны Доступны 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 Электростанцию Друзья Мы не успеем Тогда Наверное Это Открывается Это Три Хода Потом Один Ход Четыре Не Успеваем Вроде Один Световой Ход И Василий Внезапно А Василий Как У него Науки Было Как У меня Вау Василий Вообще Как Это Метеор Зарение Для всех Технологий Информационной Эры Поздно Мне кажется Мы Их Уже Практически Открыли Все Союз С Англией Ну давайте Кстати С Англией Уже Другой Какой Союз Заключим Экономический Давайте Или Не Научный Даже Бегает Научный Пускай Будет Немножко Науки Плюс Плюс Транснорвежская Железнодорожная магистраль И такие в тундре Городки на Атшибе Туда В автобусах возят иногда Англия начала военное наступление на Окленд Просто даже интересно как Кто-нибудь может рассказать Как Англия Может сделать военное наступление на Окленд Германия могу себе представить Но Германия союзник Окленда И Людвиг Лицити Людвиг, Гильгамеш, Василий и Хубилай О, Хубилай, 7 световых лет заходит Ну все, тут уже Тут уже точно все Это уже без шансов 7 То есть даже если так останется То это 5 ходов Ну уже 4 Уже 4 Давайте чисто наверное Прощелкивать Они друг другу не мешают Понимаете Им насыпали Кучу Кучу Науки и культуры И все Ну то есть Ну лично меня Вы можете Ваше мнение конечно в комментариях Но меня этот мод Мне этот мод не понравился Потому что Например даже Англия Вот выведенная из строя Англия С двумя городами Сидит они по лояльности Не отваливаются И по какого-то хера По науке Она Не особо сильно отстала А когда я с ней воевал Она шла со мной наравне То есть это значит Притом что у нее нету кампусов То есть это значит Что им просто Вот компам Дают науку Просто им Ну я с таким же образом Давайте просто Дадим им в самом начале 15 процентов Наверное надо поставить Давайте просто ему На первом же ходу Компу дадим 500 наук И 500 культуры Да и попробуй Победи тогда Дело же не в цифрах Мне Я хочу Так сделать Чтобы комп Играл вот здесь Вот было видно его Какие-то действия А не то что просто У него цифры увеличены А я опять не увидел Никакого экшена со стороны То есть я делаю экшен в игре А не То есть меня Меня Компьютерные соперники Не развлекают Вот в чем проблема Ну а тут А к моду То есть вопрос просто Выяснение как он работает То есть надо Вначале просто было Ставить 9 Городов вот этих моих Сразу просто Компуса Без всяких Без всяких Религий Без ничего Просто тупо Вот в это идти Потому что В этом моде У компа нету В начале Армии Только потом Появляется И Театралки Потому что тут надо Все таки выйти Еще и в 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 нормальные Правительства И все И Улетай И то Смотрите Даже у меня Вот сейчас На максимуме Я вроде Вы Выкрутил Всю науку На максимуме У меня нету Кампуса Только в лице Ну Блэкберни Шетсм Это мелкие Города И Шеффилде И у меня Все равно 800 науки Только Это с Электричеством Это с Городами Государствами У Кампов 1200 Науки Вот Откуда Может быть У Гильгамеша Например 1200 Науки Мне Непонятно Ну и Прикольный Этот Момент Был С Китаем Вот помните На переходовке Когда В конце Прошлой серии По-моему На переходовке У него Значит Перед чем я начну Нажму Конец Хода У него 800 науки Я нажимаю Конец Хода Переходовка И Словица Тысяча Науки А когда Начинается Мы Следующий Ход У него 1200 Науки Откуда У него Может 400 Науки Появиться Откуда Появилась Вообще Даже Так Спросим Получается Что просто Просто Мод Насыпает Побольше Циферок Компу А играть Он так И не Он так И не Играет Я даже Я не прошу Чтобы его Научили Играть Я просто Хочу Видеть Его Что он Что-то Делает Хоть Вот В Так Что там У него По улету 10 Заход Ну Поединенный Следующим Ходом Он Победит Я Надеюсь хочется верить так что ну не впечатлило честно говоря меня этот мод на рассет какие-то такие челленджи устраивать когда вот тогда по раз всегда говори да вот было ощущение что какая-то игра все-таки между компами идет при этом а здесь у них просто одинаковые цифры тут захватываешь англию не такие же такая же армия как у тебя при этом у него нету компусов у нее ничего слояльность они что-то сделали непонятное он решил прежде чем улететь на другую планету осудить еще меня ну такое такое компы воюют между собой ничего друг у друга не захватывают да ладно ты еще не улетел так где тут на вот эту электронную коммерцию надо ставить сколько ходов тут еще у меня 4 еще один ход не приехал можно было несомненно с англией можно было лучше воевать надо было больше вот и знаете когда играешь с компом ты приблизительно представлен это много играешь ты понимаешь привезли к этому рон буш на все какие там юниты могут быть а тут так как компом насыпали эти циферки в науку то англия была не в тех юнитах которых она должна быть вот по моему ощущению в этот момент и соответственно я неправильно рассчитал сколько мне юнитов построить надо причем напасть и да наверно можно было и военный лагерь для этого сделать еще чтоб генерал был то есть это просто вопрос привычки но и по хорошему вот то что я вижу тут не надо было даже нападать просто поставить свои девять городов сидеть в науку строя домики и мне кажется было бы лучше а точнее надо было конкретно кампус театралку в данном случае потом эту центр коммерции и даже не надо было ими ну священные места то есть в данном случае религия нам никак не помогла потому что во первых науки нам дала мало 47 науки всего вход это мало мы и не смогли рассмотреть просто потому что и у компов дофига веры был опять же циферки повышена и опять они и так немеряно строят миссионеров так еще и сейчас еще больше посовет давайте просто посмотрим наука все время то есть я даже не представляю в какой момент можно было их догнать по науке культура еще еще более еще более отвратительного я конечно не сильно вкладывался в культуру но то что у компа и было это просто мрак какой-то вера с эти я вкладывался в веру давайте посмотрим я даже не рядом среди фиолетовый так то василий у василия что это за за мрак мед 1000 веры вход было потом концу игры как это вообще возможно ну то есть мод я я честно говоря не рекомендую короче вот я хочу почитать мнение тех кто вот параллельно со мной играл но это не интересно что ты просто добавляешь циферки сверху хочу чтобы играли против меня соперники они с циферками сидели как можно больше у всех остальных поэтому надо какие-то все-таки челленджи придумывать вот пока мне вот так всегда говорит да когда играешь против компа он вроде ничего так работает его как-то отполировать что-то зятампер чтобы не соглашаться пер на войну на мир если уже на то идет да вы видите вы видите сколько туризма пер валило у компьютерных игроков и друг друга они они культуры силы не могут победить потому что у всех у них дофига культуры и туризма сверху наваливает в общем ладно вот такое прохождение спасибо что посмотрели мне все равно понравилось но она выглядит больше когда те как как будто дуэль с англией скорее все остальные все остальные цивилизации на карте просто были статистами и китай в итоге улетел то есть они друг с дружкой даже если воюют друг с дружкой это вообще никак не сказывается на их действие на то что у них происходит играйте в умные игры слава украине живи беларусь всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео а а а